Мы попались! Едем выручать Стаса! Я ключи в машине закрыл. Ребята, решили испытать лайфхак Девчонок уже нету, прикопали успели Доброе, доброе солнце! Ребята, ну че? Возглас я свой победный издал. В этой ямке сигнал. Сначала думал двадцать четвертый год. Ко мне подходил Камрад Андрюха. О, двадцать четвертый год. Я тер, я тер, я тер, я тер сказать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, ребята. Я сдался. Пойду я на боковую. Доброе утро, ребята. Начинается новый день. Очень приятно начинается с того, что я проснулся сам, ребята. Никто меня не будил. Никто меня не тревожил, не беспокоил, как обычно. Сейчас... Кофе. Голоднем. И пойдем вот по этим верхам, ребята. Здесь вот находится озеро. И вот вдоль озера надо будет посмотреть. Сейчас сделал утренний досмотр. Разделался, посмотрел. И по майке, ребята. По майке. Полз клещ. Вот так вот. Брызгался двумя средствами. И все-таки он как-то пробрался. Вот, может быть, меня и не укусил из-за того, что два средства. Бул такой, слышите? У-у-у. Это что за животное? В общем, клещи, ребята. Будьте осторожны. Пользуйтесь спреями, различными средствами. Потому что, как показывает статистика, каждый пятый клещ энцефалитный. Вот. Так что берегите себя. Ну и мой совет по поводу клещей. Давайте я вам расскажу. Может быть, кому-то будет любопытно. Обязательно ли носите одежку светлых тонов. Однотонных, если есть возможность. Именно в клещевый период. Чтобы их было видно, заметно, визуально. Это раз. Во-вторых, носите высокую обувь. В высокую обувь нужно заправлять штаны. Желательно носочки заправить. И все это должно быть, ребята, ну где-то, знаете, повыше. Повыше платформы. Вот. Дальше что? Обязательно брызгайтесь спреями. Ну не прям. Ну, конечно, можно всего прямо избрызгать. Но особо уделить внимание именно манжетам, где может он пролезть. То есть, возле шеи, возле рукавов, штанин. Вот. Так что, элементарное средство безопасности вы как бы должны, ребята, использовать. Ну а если клещик укусил, ребят, информацию я вам сейчас тоже по поводу этого приложу. Чем клещ опасен, что делать в таких ситуациях. Так что, приятного вам просмотра. А мне приятного завтрака. Андрюхин Ванкыш уже сегодня отлечился на берегу. Поднял уже двадцать копеек сорок второго года. Жалко не десять и пятнадцать. Костяныч тоже. И вот он. Вчера отлечился. Спит, ешь твоя налево. Ну-ка, давайте посмотрим на него, блин. С другого ракурса. Он в армии не служил. Команду подми не знает. Ха-ха-ха-ха. Элоу, бэби. Вставай, солнышко. Вставай, вставай, давай. Смотри, как солнце высоко. Стас. Мом, окошко посмотри. Солнышко, как высоко. И улыбается тебе. Доброе, доброе солнце. Он мне его поставить написал. Доброе утро. Итак, ребят. Утро доброе начинается для кого-то. Кто рано встал, того и тапки, да, как говорится. У нас Андрюха сегодня отличился тем, что он нашел три копейки тридцать первого года. Вы, наверное, зададите вопрос. Да? Зададут вопрос, Андрюха? Ну, не знаю, не знаю. Какой вопрос зададут? Что такого, да, в этой копейке? Три копейки тридцать первая. Да, обычная монета, ребят. Но я вам сейчас немножко приведу соотношение. Обычные монеты и разновидности. И стоимость монеты. Так что, Андрюх, готовь каталог. Мы сейчас покажем. Смотрите. У меня на капоте лежат три монеты. Ой, две монеты. Одна из них, ребята. Слева обычная. И справа дорогая. Вуаля, появился телефончик. И смотрим. Так, что мы тут видим? Три копейки тридцать первого года. Буква СССР под гербом округлой формы. Это обычный вариант. Стоимость такой монеты 50-170 рублей. Видите, да? Округлой формы. Дальше. Штемпель 1-2. Перепутка. Лицевой штамп от 20 копеек 1924 года. Буквы СССР под гербом вытянутые. Видите, да? Вытянутые. Фокус. Я вам сейчас покажу эту разницу. Дальше. Перепутка лицевой штамп от 20 копеек под гербом. А, стоит черта, да? Но черта нам не интересна. Вот смотрим теперь, ребята, стоимость такой монеты от 25 тысяч до 60. Видите, да? Это все еще зависит от сохраны. Смотрим, да? Вот они, эти монетки. Слева обычная. Справа дорогая. Переворачиваем. Хлоп. Хлоп. И смотрим. Сразу бросается, конечно, видите, ребята, штамп. Штамп монеты. Герба. Здесь у нас с СССР круглые. А здесь, ребята, смотрите, с СССР вытянутые. И, смотрите, герб. Разница, да? Видите, да? Так что Андрюха сегодня чемпион. Андрюха, ты чемпион. Пой песню. Как там песня поется в Champions? Да? Твоя копейка 25-го с моей трешкой не сравнится. Согласен, ребята, не сравнится. Андрюха сегодня ударный чемпион. Ну, а мы пойдем свою искать разновидность. Ребята, только что с себя выкрутил клеща. А Стас очень боится клещей. Смотрите, он как обруливает. Каждый хвостик. Смотрите, как. Ну, а что? Безопасность превыше всего, да? Идем, ребята, на один фундамент, где подняли более 600. Монет. Итак, ребята, решили продолжить старый шурф. Говорят, здесь монеты были. И у меня первый зачетный сигнал. Это 15 копеек. 41-й год. Год неплохой. И сохран тоже неплох. Неплох, неплох. Зачет, зачет. Ребята, фундамент действительно перспективный. Нашел два сигнала. И это у нас от самовара. Недурно. 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 Онлайн. Онлайн. Веник так звенит на советские монеты. Анастасия. Тут. Там где? что не получился или кусок какой-то это гильза ребят переместился я с Айской по верхам походить вон там он видите чудовищный щуф большой был вот именно этом шуфе более 600 монет и верховая из этой ямки пнул и вон на куда улетела это у нас 3 копейки 56 год сохран верховой такой классный смотреть ни одной язвочки прям классный зачетно? ладно у Стаса там тоже 10 копеек у меня пока трешечка несколько монет еще шуфа поднял но они не особо интересны 3 копейки там ржавые такие с окислыми и так ребят наконец-то у Стаса находка он ее ждал когда я подойду за сниму 10 копеек 55 год ничего сверху естественно но для Стаса это находка ребята зачет Стаса можно поздравить вот с такой вот красавицей неплохая неплохая ладно ну что ребята у Стаса поперло немножечко вот еще одна у него трешечка трешечка год 40 какой-то не знаю какой 41 да 41 год такая монетка ну немножко загажена не знаю почистить или нет ну хорошо хорошо пойдет да Стас идем дальше и так ребята Венька монетку зацепила вот такую кругленькую Костя ждет меня пока я ее засниму почему снимаю ребят потому что 5 копеек сохран хороший год 43 не знаю как дорогой нет но вы наверное уже знаете вот такая Веня у нас находку поняла зачет зачет ребят подошел к фундаменту Костяну он немножко там шурфит там шурфит в общем фундамент хороший был в свое время и все же смотрите цепляет цепляет находки у него были еще но я снимаю лишь те которые достаточно приятные это конечно же 2 копейки 24 года сохран бодрый знаете окислов нету здесь вообще фундамент очень странный тем что окислов на монет больно не сильно видать руками потрешь и зачет 24 год еще одна приятная была монета начало 32 год пятачок наверное где-то рублей 500 800 стоит да надрем вот и вот он еще протягивает ладошку царские монетки это 16 год ну не знаю сохран да ну я что-то не вижу это тоже 1840 а 94 год тоже монеты николая последнего хорошо ну ладно врать не буду по-моему 94 николай ну так что ладно я что-то шурфить уже подустал второй день на ногах и хожу что-то верховое верховое собираю сейчас я вам покажу что я верховую наковырял хотя ладно обзор покажу вот сегодня у меня ребята сегодня кстати я вам не показывал ночью я поднял двушку темно было фонарик кое-как светил сегодня ночью заряжался пробочка пробки я тоже собирал ребят 26 пробочка жигули вот как-то так ну пойдет что пойдет что 894 царь александр 3 все ладно погода просто радует и шепчет итак ребят пришли мы с наших шурфов устали хочется водички холодной у нас сейчас ряды будет стас собирается но у нас все равно пополнение ребят вот у нас пополнение в наших рядах самарская губерния самарская губерния пуговка у нас Андрюха балышом девчонок он там прикопал к нам приехали с разведкой девчонок уже нету нету прикопали успели не надо звонить мужу в общем ребят что у нас сегодня сейчас будет разъезжаемся немножечко нас проведали мы в порядке и будем наверное тоже через пару часиков наверное складываться так что находки обзор что мы накопали за этот период вы увидите узреете клеща с себя снял ребят который впиялся на меня вот пока не энцефалит и всего работает стасян рассказывай он у нас не частый гост понравилось у нас по традиции в субботу просто у нас внеплановое сегодня как обычно у стаса были приключения машину вчера закрыли закрыли ключи в городе есть друзья которые всегда да ребят представляете приехал товарищ привез в Кукуево ключи нашел нашел и да хорошо когда друзья есть так что лайфхаки ребята по открыванию машин мы все-таки не нашли и ничего не работает так что не забываем ключи и так ребят на этом я заканчиваю свой видеокоп подкопали классно два дня и одну ночь отметить что можно все культурно все хорошо за собой местечко прибрали все оккультурили ну и конечно же обзор находок которые мы сделали с пацанами вы сейчас все и увидите так что огромное спасибо за просмотр видео до конца если первый раз на моем канале то подписывайтесь если нет то лайк колокольчик опалка увещения моих очередных выходов в общем покатушки сегодня у нас удались даже девушка нам приехала проконтролировать проконтролировать нет ли у нас баб какие бабы ребят какие бабы девочки на копах на шуфах измучаешься так что никакие бабы не нужны мы ездим на коп отдыхать копать баб ни к чему так что ладно приятного просмотра ну что ребят пришло время обзора начнем пожалуй с Андрюхи начну ну что ну давайте с более-менее таких банальных находок двушки десятки двадцатки двадцатки это он у нас находку нашел в доме фотографии я прикреплял мне там фортуна улыбнулась также поднял вот такую пуговку администрационную Самарская губерния дальше что у нас интересное трешка тридцать второй пятак тридцать второй две серебрушки двадцатый год двадцать третий год двадцатка РСФСР пятьсотая проба дальше еще одна двадцатка царская я не снимал это он ночью поднял 1880 год а не не ночью на старой деревне вот это тоже к сожалению ребята царский но пятьсотая проба из крупной меди у него трешка 1896 года не снимал камеру не давал все сам дальше иноземная монета была говорят что это Румыния 1940 лей 20 лей 42 год ну и самое вкусное ребят я об этой монете уже говорил тема действительно интересная но ее теперь придется постараться продать это разновидность стоимостью от 25 тысяч и может достигать 60 но в таком сохране 60 конечно стоить не будет вот это единственное его сегодня изюмина класс поехали дальше теперь находки костяна сегодня к сожалению он ребят ничем не отличился как в предыдущие разы копал по 100 монет здесь ряд копейки двушки ничего серьезного две трешки два пятака отмечу 32 год и пятак 43 здесь так 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 серебро 15 копеек 28 год хороший бодрый сохран пацан желтая но чистить по-любому надо аммиак дальше две царских медяхи и двушка 24 сохран бодрый хороший своих денег стоит приятная монет ну а теперь мои находки ребят вот так вот такую вещь я забыл показать это костяна нас откопал это подсвечник латунь это тоже латунь крышки я тоже собираю ребят 26 потому что есть коллекционеры которые ну просто гоняются за такими пробками по монетам ребят по монетам вот так вот все все монеты которые в хорошем сохране это вот такие вот смотрите вот такие монеты идеальные ребят это дымовой сохран который в доме поднял фотки показывал интересно пятак тридцать второй пятак тридцать девятый пятак пятьдесят второй один царь был не снимал но такой в шурфе и сегодняшние ребята бомба очередная коп удался благодаря вот этой монете 25 год повторюсь еще раз это первая монета в этом сезоне за все предыдущие годы у меня таких по-моему уже вот это одиннадцатая или десятая счет избился кто-то мечтает в коллекцию такую монету а у нас их куча куча вот эту серебрушку я у Костяна подрезал ну кто встает раньше того и так вот так ребят получилось хорошо отдохнули я чемпион так что поздравления в комментариях я Субтитры сделал DimaTorzok